Она еще пятьдесят вставляла сюда. Я просто не терпел в таком нарушении, то, что происходило перед моими глазами, которое я долго занимаюсь этим проблемой, которая защищает людей в этой сфере. Еще неуважение тех людей, которые задерживают, которые останавливают. Вот это с помощью моего адвоката, который я получил в Украине, адвокат мой получил, это прокуратура Украины. Посмотрите, пожалуйста, Алиеву Ахе. Это общее письмо. Это всем пишется в одном. Алиев Ахе. Кто я? Я граждан Азербайджана, я преступник, я беженец. Кто я являюсь? Что это такое? Алиев Ахе. Даже полностью имя мне не написано здесь. Алиев Ахе. И дальше написали, что... То есть, каждый такой детал мы должны обсуждать. Мы обсуждать, и по каждому деталу надо на высшем уровне, чтобы до конца надо пойти до европейских судов, чтобы оценили таких незаконных действий. Спасибо за внимание. Извините, что я давно-давно не выступил на русском языке. Спасибо. 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 Я попробую проблему разделить на несколько частей. И начну я с того, что с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся, крайне редко сталкиваются демократические государства. То есть, из них почему-то никто никуда либо не бежит, либо когда убежал, почему-то не возникают проблемы с его убежищем и так далее. И с экстрадицией тоже. А у кого возникают проблемы? У граждан тех, кто бежит из недемократических, диктаторских или авторитарных стран. Стран с авторитарными или диктаторскими режимами. В этих странах идет политическая борьба. Эта политическая борьба приводит к тому, что из них бегут люди, причем разные. Бежит политическая оппозиция, которая не рассчитывает, что она увернется от карающего меча правосудия. Бегут правозащитники, бегут журналисты, бегут гражданские активисты. Но что интересно, еще и бегут бизнесмены. Причем часто бегут бизнесмены, которые так или иначе были заподозрены в том, что они связаны с оппозицией, или тем более они ее финансировали. Еще группа, о которых бегут, это родственники, друзья, знакомые. Потому что мы даже ввели, добавили к известному критерию политического заключенного, используя в Европе, мы такой термин ввели. Лицо, связанное с политическим заключенным. Потому что само это лицо не занималось никакой политикой, оно попало в водоворот преследования другого лица, который был связан с политическими, или его преследования связаны с политическими мотивами. Поэтому первый тезис мы имеем дело с большой разнообразной группой людей, которые убежали из своей страны. Еще один очень важный мотив связан с тем, что в своих странах, в силу их режимов, они не могут рассчитывать, а, на безопасность личную и на защиту от пыток, и они не могут рассчитывать на справедливый судебный процесс. Просто потому, что вся судебная система обычно исходит из политических установок, прямых указаний, то есть это не независимое правосудие. Поэтому любая выдача их в эту страну, это риск первого, второго и третьего. То есть отсутствие справедливого правосудия, защиты от пыток и даже возможных, так сказать, более тяжких последствий. Эти люди в многих случаях в различных странах получают убежище, становятся беженцами или находятся в процедуре получения убежища. Здесь я хочу задаться первым, с моей точки зрения, очевидным, но почему-то вопросом, на который нет ответа. Страны, из которых они убежали, обычно после того, как они убежали, открывают в практике уголовные дела. По разным мотивам, экономическим, а если уж не по экономическим, то там свержение конституционного строя, разжигание социальной розни, там набор большой. Понятно, что проверить обоснованность обвинений при таких системах очень сложно. И дальше у меня возникает такая, не у меня вернее, а у этой ситуации возникает такая вилка. Справа мы имеем УВКБО, который оценивает политическую мотивацию, отсутствие справедливого правосудия и так далее. А слева мы имеем Интерпол, который получает запрос, размещает Red Notice и начинает преследовать. Я всегда задаюсь вопросом, они между собой как-то вообще коммуницируют? Они друг с другом общаются, даже не на уровне признанного беженца, просто на уровне проявления ситуации. Такое ощущение, что никак. Одна линия идет Интерпола, мы тут преследуем уголовных преступников. Вторая линия идет политического беженца, где устанавливаются политические мотивы. И эти линии на международном уровне вообще не пересекаются, потому что даже если человека в какой-то стране отказались от выдачи, или отказались от исполнения красной метки, то это абсолютно не означает, что в другой стране, того же самого Европейского Союза, это снова не будет повторяться. То есть не работает система международной защиты, которую должен управление Верховным Комиссаром обеспечивать. Не работает, потому что работает интерполовская процедура сотрудничества по вопросам уголовного преследования. Более того, ситуация еще более осложняется, о чем здесь уже упоминалось, что человек получает убежище от своей страны, от страны своего бывшего гражданства. Международная система правовой помощи не предусматривает защиту от третьей страны. И вот в ряде случаев начинается интересная технология. Запросы начинают посылаться через третью страну. Если есть возможность как-то привязать человека к той третьей стране, бизнес-интересы были, ездил он там, еще что-то делал, то есть есть какие-то правовые основания, но как-то на этом сконструировать какую-нибудь достаточно внятную уголовную правовую составляющую. Ее начинают формулировать. И ситуация обостряется. Потому что уже международная защита как беженца не работает. Это же не та страна, это не страна его гражданства. Третья страна. В последние разы мы сталкивались с таким в отношении России и Украины, которые запрашивают экстрадицию казахстанских граждан. Казахстан запрашивал, ему отказали, человек получил убежище в той стране, и теперь работают третьи страны. И защита от этих третьих стран найти еще и сложнее, потому что, так сказать, с Россией, может быть, было бы попроще, и там тоже понятно, с каким режимом. Украина сейчас вроде бы пошла по пути демократического строительства. Правда, с целым рядом, так сказать, родимых пятен советского прошлого, со всеми вытекающими последствиями и теми же связями. И вот эта вот конструкция делает людей беззащитными. Причем особенно это сложно, когда речь идет о, будем говорить так, о борьбе с коррупцией. Потому что тут политическое перекрывается, будем говорить, финансово. Я очень люблю это выражение, что вообще борьба с коррупцией в наших странах не может вообще назваться борьбой с коррупцией. Это вообще корпоративный дарвинизм. То есть такие сильные скушивают слабых. И в этом корпоративном дарвинизме все одинаково участвовали. И потом эта часть корпорации начинает гоняться за той частью корпорации, которая убежала и немножко была привязана с политикой. И вы знаете, все это приобретает, если бы не трагедию людей, вообще сюрреалистические формы. Такой кавка с орвалом в одном месте. Вот с этим что-то надо делать с правовой точки зрения. Потому что международное право все-таки содержит какие-то правовые ограничители. Оно пытается защитить, оно содержит институт убежища. Оно имеет специальный мандатный орган ООН. Но рядом, так сказать, прямой дорогой идете товарищи, идет Интерпол, который аккуратно, так сказать, следует достаточно формальным причинам, за исключением тех случаев, когда он сверху имеет более четкие политические установки. И вот это не пересечение этих двух уголовно-правовой сферы, гуманитарной сферы, связанной с убежищем, там, где подтверждены политические мотивы, очень беспокоит, потому что в Европе, в частности, несколько тысяч людей, в том числе из региона постсоветского пространства, в том числе из Центральной Азии. И эти люди все время находятся под определенной угрозой. Я закончу следующим. У меня часто спрашивают, ну вот, например, вот этот там председатель банка, он же, может быть, что-то украл, ну как же, он же не должен быть безнаказанным. Бесспорно, он безнаказанным не должен быть. Точно так же, как и нынешний председатель банка, который занимается тем же. Проблема заключается в том, что пока в странах нет независимого четкого правосудия, ему оно гарантированно не будет, а будет еще и более того политизировано, потому что будет определенный политический интерес во внутриэлитной борьбе, на политической борьбе. Поэтому с этим, с этими проблемами нужно что-то делать, в том числе как-то состыковать УВКБ ООН и Интерпо хотя бы. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Евгений. Ну, я думаю, что сейчас я буду делать минуты, чтобы вы получили свои вопросы, пока вы готовы ваши вопросы. И я буду использовать мой привилег, чтобы быть модератом, чтобы задать первое вопрос, потому что я вижу, что мы с нами есть Мурат Бекетебаев, который является Казахстан, политик, активист, и также политикой комментариев. И Евгений mentioned, что в результате в получении поддержки в третьем стране, например, в Украине, но мы также often see cases of people who receive protection in one of the EU member states and are detained in another EU member state, risking extradition. И so I would like to briefly give the floor to Мурат Бекетеб to tell his story, because this is actually his very case. Мурат Бекетеб. И then I'll open the floor to questions. So please get ready. Добрый день. Я хотел бы принести свои извинения, потому что придется говорить чуть дольше, чем я рассчитывал.